Мне много раз говорили, что это очень плохо, вредно, что ты умрешь или и так далее. Мало того, я получил этому подтверждение. Это я схлопотал по здоровью очень серьезные проблемы, но меня это не останавливало. Но однажды действительно человек мне сказал эту простую вещь. Он сказал, есть люди, которых ты ненавидишь. И среди этих людей, да, это как раз те люди, которые продают наркозию. Я действительно согласился, да, я их ненавижу. Он сказал, ну ты же понимаешь, что ты делаешь их счастливой. Ты делаешь все для того, чтобы они жили, процветали и были счастливы. То есть ты просто своих врагов, как говорится, кормишь. И ты упал на спину, сложил лапы и говоришь, бейте меня. И тогда я понял, что это правда, действительно. Я просто кормлю этих придурков, вот и все. Я их ненавижу, но я не борюсь с ними, а наоборот делаю все, чтобы они были сильнее меня. Вот в тот момент мне это все щелкнуло, и я понял по-настоящему, что они действительно меня имеют. Вот и все. Что я собачка, которую они водят на поводке. Что я совершенно бессильный и слабый человек. Пока я не расправлюсь с этим поводком, на котором они меня держат, я не смогу с ними бороться. И вообще не смогу быть самостоятельным. Я не свободен. Вот что я понял самое главное. Что я действительно зависим от них. И зависим от людей, которых я ненавижу. Отношения. Да. Мне взбесило то, что на самом деле с помощью этой вещи меня просто поймали. И я понял, что это без вариантов. Они в любом случае с помощью этой вещи будут ловить нас. И я понял, что нас просто поймали. На цепь. Посадили на цепь, как собаку. Это все. Островский в свое время дал прекрасное определение слову «искусство». Которое как раз является ответом на этот вопрос. Он сказал, что искусство – это творчество, которое призвано пробуждать в людях совесть. Вот это называется искусством. А все остальное – это колхозная самодеятельность. Поэтому те люди, которые занимаются искусством, прекрасно это знают. Поэтому они знают, что это дар, полученный от Бога. Этот дар призван служить в созидании и благости. Чтобы нести благо и созидание миру какое-то. То есть помогать Богу в его работе. Грубо говоря так. Встать на его сторону. И служить ему, служить всем живым существам. Используя этот дар, который тебе для этого, собственно, и дан. Это вопрос совести и осознанности. Понятно, что не все это понимают. Но, как говорится, малышне в третьем классе не объяснишь закон о высшей математике. Поэтому и бесполезно его пичкать этим учебникам. Потому что должно пройти время. Тут надо иметь терпение. То есть некоторые люди преждевременно получили этот дар. Некоторые за какие-то заслуги определенные по карме. Как говорится. Тут ничего не сделаешь. Но большинство людей, я уверен, именно тех, которые достигают каких-то высот. А я уверен, что Господь именно так делает. Что они выходят наверх таки. И становятся известными, популярными какими-то артистами. Любимым народом. Они все прекрасно это понимают. Может, просто кто-то умеет это сделать, а кто-то не очень. Кто-то пытается, но у него не получается. То есть он вроде и старается писать песни, нести какой-то позитив, радость и счастье людям. Или какие-то осознанные вещи. Но не очень получается. А кто-то прямо еще получается и это. А как же те, которые ради денег? На это я всегда говорю... Нет, я считаю, что это не творческие люди. Это не творцы. Это просто люди, которые... Есть такое понятие. Скаморох. Вот чем отличался всегда пилигрим от скамороха? Скомороха это просто тот, кто веселит людей на свадьбе. На празднике. То есть это веселуха. Это стрельпизерши. Да, в настоящем. Да, в современном понятии это, на самом деле, тамада и стрельпизерши, да. Которые вот люди едят, вилками гремят, да, выпили по 50. Вот она им голой попой на шесте покрутила. Таких тоже очень много. То есть потому что это вопрос осознанности, да, природы человека. Проблема в том, что люди считают, что все, у кого есть человеческое тело, это люди. А это неправда. Душа-то есть у всех. Но смысл в том, что уровень развития очень разный. Да, что разум может находиться на животной платформе, да. На животном уровне. То есть существо получило человеческое тело, а разум у него еще не догнал, да, до уровня. И поэтому это существо живет своими «хочу». Человек от животного отличается очень простой вещью. Одно единственное и простой. Живет животное, живет страхом, инстинктом выживания своего. Поэтому все гребет под себя и живет своими «хочу». А человек вместо «хочу» живет понятием «надо». То есть у него появляется понятие ответственности и долга, и обязанности. И поэтому, когда в то время, как животное все делает для себя, человек, жертвуя своими какими-то желаниями, делает все для других. Вот это позиция человеческая. А тело тут ни при чем вообще, как говорится. То есть в древнее время славяне такого человека, недоразвитого сознанием, называли простым словом «недочеловек». А еще более кратко «нелюдь». Это не оскорбление было, не какое-то обзывательство. Это был совершенно конкретный человек, который мозгами не догнал до этой божественной природы. То есть у него тело человеческое, но он эгоист. Эгоистически настроенный человек, который не знает ни слова долг, ни ответственность, ни честь и так далее. Он не для других живет, он не понимает Бога, он не понимает, что нужно служить другим всему миру и так далее, жертвуя своими желаниями. Он не способен на самопожертвование. А самопожертвование, что это такое? Это любовь. Это человек, в котором нет любви. Вообще ее нет. Он не знает, что это такое. Он ее ищет, возможно, потому что в нем этого нет. Но он сам этого не знает. В нем этого нет вообще. Потому что любовь... И его не будет. Почему? Да все становятся людьми. Рано или поздно. Это вопрос времени. Каждая гусеница превращается в бабочку со временем. Каждому яблоку время упасть. Я же говорю, надо иметь терпение к таким людям. Не надо к ним относиться как эгоист или подонок и так далее. Мы все такими были когда-то. Это вопрос времени. Это вопрос развития, естественного развития разума, души. Это не вопрос везения. Это вопрос наработки опыта. А общество в целом оно тоже должно развиваться. Оно и развивается потихонечку, конечно. Еще 200 лет назад людей на кострах жгли. Явно есть какие-то преимущества. Плюсы явно видны. Мы не очень пока догоняем в общем интеллектуальном смысле до того, что мы еще не очень осознали, что техногенная цивилизация – это ошибка изначально. Люди еще не готовы решиться на мужественный шаг отказаться от техногенности и пойти другим путем развития собственных возможностей разума. Хотя это правильный путь. И об этом все говорят, самые умные люди планеты. Но большинство к этому не готовы, потому что общее состояние развития разума на планете еще очень примитивное. Мы едва-едва научились чем-то пользоваться палкой-черпалкой в виде интернета. Это палка-черпалка для развитого существа. Мы еще дикари. Но к этому все придет потихонечку. Просто надо иметь терпение и не нужно проявлять злобы. Вот в чем самое главное. К этому надо относиться с пониманием. Вот как старший товарищ к малышам относится. Вы же не злитесь, когда дети вам сыпят совочком песок на голову. Они не со злобой это делают. Они глупые. Они еще маленькие и глупые. У них разума еще нет. Вот так же нужно относиться к людям, которые еще не взрастили свой разум. Они еще просто маленькие. Они малыши. Относитесь к ним состраданием. Они этого достойны. То есть вы оптимисты в отношении человека? Я оптимист. Я верю, что в человеке все будет хорошо. И в России тем более. Я считаю, что Россия одна из тех стран, где люди очень искренне относятся к жизни. То есть и наименее подвержена вот этой вот, как сказать, такой лживой лицемерности. Да, вот не знаю даже. Да, вот такую искусственную пластмассовую улыбку. Вот это все. У нас все честно. И это нас спасет. То есть люди здесь все-таки расположены к правде. К искренности, честности. Вот этой правде матки. Давай по-мужицки всем поговорим. Давай решим вопрос там. Или там. То есть мы пытаемся играть в западные игры, а у нас это не получается. Потому что мы на самом деле вот такие. Мы честные. Нас это спасет. Поэтому говорю, у России больше шансов гораздо, чем у многих других стран. Перейти в посттехногенные общества. Нет, я думаю, что как раз наоборот. Сделать какое-то вот нечто, какой-то большой прорыв в эволюции. У нас больше шансов, чем у других стран, которые окончательно увязли в этой вот экономической системе. А у нас ее практически нет. Она еще не развита. И мы уже на примере других. Спасибо. Да, но на примере других мы уже увидели, что она не работает. Мы уже видим этот пример. Мы смотрим на эти страны и понимаем, что они все. Они дохлые. Они кризис. Они вообще дохлые. Они соснуки помирают. У них там все плохо. Никакой искренности и отношений нет. То есть они погрязли в лицемерии, вот в этих деньгах и все такое. Мы еще не достигли этого, но уже увидели, что это плохо. Поэтому у нас есть шанс перепрыгнуть это дальше. И я думаю, что мы это сделаем. Если бы вас пригласили к Шевчака, когда лежил с Путиным, как не с Медведевым, то не важно, как мы будем его звать. Ну, к царю, в общем. Вносили к царю. Что бы вы ему сказали спасибо? Я бы внес предложение. Я бы сказал так. Я бы напомнил ему тысячелетнюю мудрость, которая гласит, если в государстве не все равны перед законом, это значит, что закона в государстве просто нет. Это наш пример сейчас в современной России. И я бы предложил ему, в общем, ну, внес бы конкретное совершенно предложение. 25 лет каторги по статье «Коррупция» и 25 лет каторги по даче ложных показаний по делу о коррупции. Нет, самое главное, что не в тюрьмы. Не в тюрьмы, зачем? У нас есть, у нас пустуют целые стройки, заводы. Пускай люди работают. Труд – прекрасная вещь. 25 лет труда, все, лес валить некому, дороги строят. Некому смотрите, как у нас дороги. Вообще, у нас нет по стране дорог нормально. Пускай строят, все хорошо. Бесплатная рабочая сила, прекрасно. Корми и штаны давай. 25 лет. Но, если человек, выяснилось, что он дал ложные показания, чтобы посадить другого, да, знаете, 25 лет, того вынимают, а этого сажают на те же самые 25 лет на его место. Вот и все. И самое главное, чтобы этот закон действовал от последнего дворника до президента. Ты хоть царь, хоть ты королева, нам плевать, у нас есть закон, все. Мы представляем государство. Ты сейчас говоришь с государством, с законом. Вот у меня фуражка, вот, как говорится, значок полицейского. И мне наплевать, кто ты такой. Ты закон не выполнил. Плати. Вот когда у нас так будет, вот все будет в стране хорошо. Я считаю, что... Может, я наивный парень, да? Нет, я считаю, что я, может, я наивный парень, но мне кажется, что тот же самый Путин, да, хотел к этому прийти. Возможно, не получилось, но хотел. То есть я смотрю на этого человека и понимаю, что, ну, есть все-таки у него искреннее желание, да, что-то сделать. И даже у Медведева есть искреннее желание. В глазах читается искреннее желание. Вопрос в том, что там 99% людей, да, в этой власти, они повязаны коррупцией. В силовые структуры и власть. Невозможно одному человеку все это изменить. Его просто пристрелят и завалят свои же. То есть невозможно это сделать быстро. Но здесь, ну, революции совершать не надо, да. Революция всегда это насилие, это всегда жертвы, это всегда откат назад страны. Поэтому не надо воин, не надо гражданских войн, революции ни в коем случае. Но нужно искать пути, законные пути, да, возможно, жесткие, но законные. Вот такие, когда вводятся очень жесткие статьи по определенным вопросам. Но я предлагаю, не надо людей убивать, это не гуманно, это не по-буддистски. Давайте их займем работой. 25 лет работ. Да, руки нам нужны. Поля у нас, вон сколько, пускай рожь, пшеницу выращивают, лес валят, там, не знаю. И что-то же там каналы роют, дороги строят. Вперед. Так что у меня есть что сказать царю. Я могу сказать, что у нас 80% сейчас поклонников ходят на концерты трезвыми. Это факт. Потому что мы одна из немногих групп, которые на гастролях по стране отказываются от охраны в зале. Она нам просто не нужна. Потому что наши зрители, да, которые приходят на группу «Пилот», они нормальные, разумные люди, спокойные. То есть придурки на нас не ходят. Я могу с гордостью сказать, да, наших поклонников, что в каждом втором городе к нам приходит организатор концерта после концерта и говорит, ребята, я еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за вашу публику. Потому что с вами у нас никогда нет никаких проблем. Ваши ребята спокойно пришли, отлично оттанцевали, откричали, оторались, все мокрые, довольные. И главное, что аккуратно вышли, никакой давки нет на выходе. Все помогли друг другу, девочек пропустили, все вежливо и весело пошли с песнями по домам. Нам нужна охрана, только когда мы играем с другими группами на фестивале, потому что приходят их поклонники, а наши, люди, прекрасно все, и угорают не меньше. Ты будешь счастлив? Вот и все. Конечно. Вот и все. Очень простой ответ. Что хочет каждое живое существо? Оно хочет быть счастливым. Вообще все, что вы делаете, вы делаете именно для того, чтобы быть счастливыми. Но путь к счастью лежит через разум и осознанность. Вот и все. Если вы будете жить осознанно, в гармонии со вселенной, она сделает все, чтобы вы в самое кратчайшее время стали счастливым человеком и будет вам помогать. Весь мир будет вам помогать. Все будут за вас, как говорится, ангелы будут гуртом стоять за вашей спиной, не давать, как говорится, обижать своего чувака. И, как говорится, не притнется камень, а камень нога ваша, как и вам было обещано, так оно и будет. Но если вы все гребете под себя, извините, ребята, тогда это ваши проблемы. Вы не будете счастливым человеком, вы всю жизнь будете неудовлетворены, вы будете страдать депрессиями, это сейчас модно. Вы будете страдать плохим настроением, да, тоской. Вы будете страдать дефицитом общения, потому что с вами никто не захочет общаться, если вы полный придурок, который все под себя гребет. И так далее. Это во всех отношениях выгодно, с Богом выгодно дружить.